Лежали в руинах электростанции, заводы Инакиева, Сталина, Константиновский, Борошиловский, Днепропетровский, Краматорский, Мариупольский. Разрушен Макеевский металлургический завод-гигант, выплавлявший столько металла, сколько плавила Италия и Польша вместе взятых. Нагромождение взорванного железобетона, горы бесформенного металла, шлака, кирпича, куда не глянет глаз. Казалось, легче построить Донбасс заново, чем залечить и возжигающие раны. Но советские металлурги, прошедшие знаменитую школу сталинских пятилеток, не опустили рук перед руинами. Картина разрушений не устрашила их, напротив, она породила неукротимое стремление скорее восстановить все, вопреки всем замыслам врага. Механизация, которой славился Донбасс, уничтожена врагом. Труд нашего шахтера оказался отброшенным назад на целое полстолетия. Первые бригады восстановителей приносили из дому ведра, веревки, кайла. Тяжелы были первые ведра угля. Однако люди нашли в себе мужество. В самый разгар жесточайших боев на фронтах впрягались в самодельные допотопные вороты. Не пренебрегали ничем, ни воротом, ни ведром, ни даже телегой. Берегите уголь, граждане. Советское государство нашло в себе силы для возрождения южной металлургии. Криворожские рудники, Донбасс, заводы Харькова, Приднепровья, Запорожский, Днепропетровский, Мариупольский, весь огромный фронт индустрии, сбросив немецкое иго, сразу же пошел к наступлению. Трудно найти примеры такого стремления скорее залечить свои раны, каким отбачены восстановители металлургии. Каждый день являет примеры доблести, могущей сравниться с боевой доблестью героев войны. И здесь наша женщина. Героиня труда, наша мать, сестра, подруга. Их даже больше, чем мужчины. А не везде. В восстановлении Донбасса, Приднепровья, как и на колхозных полях. На всех решающих участках работы им принадлежит неизмеримая роль. Никогда женщина не входила в историю с такой заслуженной славой, как вошла в нее наша героическая советская женщина. Все требовало исключительных сил, и горняки Донбасса нашли в себе эту силу. Опираясь на помощь партии, правительства и личную помощь товарища Сталина, в невиданно короткий срок развернули работу, достойную своей эпохи. Уголь и кокс пошли по кузницам победы. Забушевали огни, вожившие в доменных печах. Заискрился металл. И не было большей радости, чем радость авторов огня. Борцов первых потоков чугуна и стали. Вот уже движется сталь на восток. А уральские оборонные заводы. Уже сверкает южная сталь. Плавится, куется, отливается в грозные формы орудий и танков. И как закаленная воля народа стремится на запад добивать врага. Это время останется в истории побед как героическое время. Ибо нет ни одного завода, где рабочие инженеры не творили бы каждый день героические дела. Шаг за шагом, метр за метром отвоевывает народ-победитель заводские площади. Отодвигает мертвые зоны руин и хаоса. И каждый новый день подымает его дух, открывает широкие горизонты. Субтитры создавал DimaTorzok